Привет, чуваки! Это канал CryptoComments. Меня зовут Флаг, не Джо, вы это и так знаете. В общем, пока тут я здороваюсь с англоязычной аудиторией на новом канале. Скажу вам так. Обязательно подпишитесь на этот канал по ссылке в описании. Поставьте лайк и напишите комментарий на английском языке. Таким образом, вы автоматически участвуете в следующем розыгрыше. Ну и спасибо вам за поддержку. Запустим этот канал на луну. Откуда свалился, собственно, наш сегодняшний гость, Карл? В этом видео. И если вы думаете, что это звучит интересно, Обязательно посмотрите это видео, обязательно посмотрите это видео, обязательно посмотрите это видео. Привет, Карл. Привет, ребята. Спасибо, что позвали. Ей, чувак, рад тебя видеть. Я тебя тоже, привет. Ну, ты в Таиланде сейчас, насколько я знаю. Расскажи нам немного про это место. Как тебе там нравится? Да, я на Копангане. Это остров в Таиланде. Это замечательное место для цифровых менеджеров. И здесь очень много крипто-людей. Это отличное место для всяких цифровых кочевников, фрилансеров, которые делают всякие крипто-штуки. Или, в принципе, любую онлайн-работу. Копанган – это лучшее место для коммуникации с другими людьми, типа как я. И я очень счастлив быть здесь. Клево. И ты вообще из Стокгольма? Да. Стокгольм, Швеция. И ты в Таиланде уже примерно полгода, где-то так? Да. Да, примерно так. С того времени, когда случился коронадамп. Точно, чувак. Я сюда приехал на следующий день после того, как биткоин упал на 3,800. То есть, пока путешествовал прямо в аэропорту, я видел, как биткоин в реальном времени спускается до 3,5 тысячи. И потом отскакивает обратно. О, да, я помню этот день. Это, кстати, была моя днюха. Такой неплохой подарочек. Да, прикольно. Какой это был? 12 или 13 марта? Ага, 13 марта. Я проснулся и увидел эту цену и подумал, что... Я помню, как я взял лонг по эфиру на Байбите ниже сотни долларов, типа по 90 с чем-то. Вау. Да, это было круто. Но я закрыл его очень рано. Как и почему ты решил начать свой криптоканал в Ютубе? Я просто очень начал интересоваться биткоином. И я уже имел достаточно много знаний перед этим. На тему монетарной системы, как банковская система работает. И я незамедлительно понял, что биткоин для меня очень многое значит. И осознал, что я хочу поставить всю свою жизнь на биткоин и на крипто. В одном случае это был трейдинг. И второй случай это был сделать бизнес из этого, то есть, который может создать какой-то пассивный доход. И это то, что я сделал. То есть, мой Ютуб-канал, это, конечно, не совсем пассивный доход, поскольку я делаю видео каждый день. Но есть видео, которые я сделал, которые продолжают работать и сейчас, и они набирают просмотры. Типа всяких обзоров, сервисов и так далее. И, соответственно, я получаю небольшой профит с этого. В принципе, достаточно пассивно. И, собственно, я стал развивать этот бизнес, потому что я уверен, что крипта просто взорвется в ближайшем будущем. И если ты можешь создать бизнес, который приносит профит уже сейчас, то через несколько лет, когда биткоин снова поднимется гораздо выше 20 тысяч, это будет просто сумасшедший успех. Для всех, кто позиционирует себя немного ранее, кто строит уже сейчас этот бизнес, в то время как многие еще не обращают внимания на крипто. Карл, ты помнишь свой первый криптотрейд или первую криптотранзакцию? Я не думаю, что я помню точно, но я помню первый раз, когда я купил биткоин, это было по 4300 долларов. Ого. Так что я думаю, это была моя первая криптотранзакция. Мне кажется, я купил биткоина на 50 долларов или типа того. Так что да, знаешь, я думаю, я помню это. О, ты зашел, получается, достаточно поздно. Я помню свою первую криптотранзакцию. Это было примерно на 100 долларов. Я купил где-то 0,5 битка. Прикинь? Вау, да ладно. Это было безумно, да. Это было, да, в начале 2015 года. Тогда биток стоил примерно 200 баксов. Да, ты зашел раньше. Многие криптоблогеры, криптоютуберы, или может быть все из них, ну почти все из них, имеют свои телеграм-каналы или телеграм-чаты. Но я не нашел твоей группы. Да, я еще не создавал свою. Ты думаешь, мне стоит создать? Возможно, я просто хотел спросить у тебя, что ты думаешь по этому поводу. Да, я слышал, что походу мне надо сделать. Ты знаешь, я подумаю над этим. И скорее всего я создам телеграм-чат. Многие люди мне уже говорили об этом. Я думаю, что да, уже пора. Ну да, это типа как Твиттер и другие соцсети, но это может быть очень успешно. Да? Да, ты прав. Клево. Ну давай немножко про трейдинг поговорим. Ты можешь рассказать нам про свою самую большую ошибку в трейдинге, если такова и была, или может быть несколько ошибок? Да. Моя самая большая ошибка в трейдинге была, когда я начал увеличивать размер своей позиции очень сильно. То есть постепенно, когда я стал делать больше денег с трейдинга и больше делать денег со своего бизнеса, я начал повышать размер своих позиций. И в итоге размер моих позиций стал настолько велик, что я начал эмоционально очень сильно волноваться, больше, чем мог себе этого позволить. И я потерял несколько трейдов. И потом я пытался отыграться, знаешь, пытался наторговать обратно то, что я потерял. И я думаю, главная ошибка, которую я допустил, это то, что я изменил свои стратегии. То есть ты всегда должен выбрать размер позиции и делать только это, то есть следовать своей стратегии. Не начинать сильно очень увеличивать позиции, просто потому что у тебя только что были очень хорошие профитные трейды. Даже если у тебя было несколько хороших сделок подряд, не начинай увеличивать позицию, потому что это как раз тот момент, когда все может развернуться и пойти против тебя. Я имею в виду, что очень-очень быстро происходит, когда ты начинаешь терять все, что заработал. Так что сохраняйте размер своих позиций небольшим и комфортным для вас. И еще один вопрос тоже про позиции, про стратегии. Знаешь, в твоих видео ты часто говоришь, что если мы пробиваемся наверх, то это сигнал на лонг. Если мы пробиваемся вниз, то это сигнал на шорт. Но что насчет ложных пробоев, знаешь? Ведь мы можем пойти наверх и потом сразу резко вниз. И, например, если ты зашел в лонг, и потом тебя закрыло по стопу, должен ли ты перезаходить сразу в шорт или просто переждать? Какая твоя стратегия в этом случае? Ложные пробои – это ужасно. Очень сложно их предсказать. Чаще всего, конечно, нужно смотреть на объемы, но иногда это не очевидно, даже когда ты смотришь на них. И я думаю, что нам нужно больше смотреть на большие таймфреймы, потому что тогда вы будете получать меньше ложных сигналов, ложных пробоев. И да, это очень сложно. Но в то время, когда вы используете стоп-лоссы, вы можете надеяться хотя бы на то, что вы выйдете из неправильных трейдов перед тем, как вы уйдете в минус, или хотя бы в небольшой минус. И потом уже после этого вам нужно переоценить ситуацию и понять, есть ли резон заходить обратно в позицию. Но да, я знаю, ложные пробои очень-очень тяжело предсказать и очень тяжело их торговать. И мы иногда будем терять на этом деньги, мы должны просто это понимать, и мы можем себе позволить иногда потерять немного денег, если будем в целом успешными. И, кстати, говорят, используешь ли ты свечи Хайка Наши? Знаешь, они часто исключают как раз ложные пробои. Я их вообще не использую. Может быть, мне нужно попробовать. Да, это очень хороший инструмент на больших таймфреймах. Окей, расскажи нам немного про стратегию. Когда ты плавно заходишь в позицию, допустим, то, что мы называем русские ведрами. То есть у тебя расставлены, допустим, 10 лимитных ордеров, и они постепенно исполняются, и твоя средняя цена тоже как бы идет за ними, ниже. Но как в таком случае выставлять стоп-лосс? То есть если ты зашел, допустим, 10 раз по 10% в позицию, должен ли ты выставлять стоп-лосс в каждом из этих ордеров, или после того, как ты уже набрал позицию? Ну, что я бы сделал, это подождал бы просто пока все мои лимитные заявки сработают, и потом уже выставил стоп-лосс, когда ты знаешь уже объем своей позиции. После того, как все ордера исполнятся. Да, да. Окей, хорошо, я понял. Давай поговорим про криптобиржи, криптобиржи, потому что это очень важный вопрос. Сейчас у нас так много криптобирж, деривативные биржи, типа Bybit, Femex, Dudex и Bitmix, кстати, тоже. Интересно, что ты скажешь. Ну и ситуация, в принципе, с централизованными биржами, типа как MT.GOX и другие, которые просто закрываются и забирают все твои деньги с собой. Что ты можешь рассказать нашей аудитории про биржи? Какие ты сам используешь? Да, я торгую много на Bybit и на Femex. Это мои две любимые биржи сейчас. И я думаю, они обе имеют очень хорошую клиентскую поддержку. И это как раз то, что они заботятся о своих клиентах, в отличие от Bitmix, которые теряют сейчас очень сильно на этом рынке, потому что они не только не хороши в клиентской поддержке, но также они не заботятся о своих партнерах. И я думаю, что Bitmix сейчас теряет просто в моменте очень сильно. Но Bybit, Femex, Dudex, они набирают сейчас хорошо. Хорошо, если вы хотите поддержать Карла, то вы можете использовать его партнерские ссылки с канала Moon или даже с канала Moon Russia и получить дополнительные бонусы на этих биржах. Так что, может быть, скажем пару словечек про наш канал Moon Russia, который мы открыли, чувак? Да, давай. Это The Moon R U, правильно? Да, Moon R U. Идея в том, что мы загружаем видео каждый день с твоей помощью, с твоей переозвучкой, с твоим переводом и озвучкой. И мы сделаем этот канал самым большим русским криптоканалом в мире. Да, точно, чувак. И да, MMCrypto уже это делает. У него уже хороший успех. И я хочу тоже его догнать. И будем делать с ним коллаборации тоже. Ну да, это очень клёво, потому что я знаю, что русские любят крипту. И я уже имел опыт даже, приезжал на конференции, общался со многими русскими людьми на конференциях. И многие люди на самом деле думают, что я русский. Прикинь, многие люди говорят, что я выгляжу как русский. Да ладно, да ты чё, прикол. Да, многие люди так думают. И да, я супер этому рад, что мы запустили русский канал. Я думаю, что он скоро взорвётся. У нас уже больше 150 подписчиков за какие-то пару-тройку недель, да? И я думаю, мы видим хороший рост. Да, да. Слушай, у меня ещё есть некоторые вопросы от русской аудитории с канала. Но я думаю, через несколько минут мы к ним вернёмся. Но сейчас я просто не могу себе позволить не спросить тебя про DeFi сектор. Может, ты скажешь пару слов про DeFi, про Uniswap, про децентрализованные биржи, про какие-то проекты, которые просто как крипта в сотом плече и ускоренная в сто раз. Знаешь, типа Yarn Finance и вот эти все новые хайповые проекты. Да, я думаю, DeFi это очень интересная тема, это очень интересная новая разработка. И я думаю, что очень много различных возможностей, чтобы сделать деньги даже в краткосроке из этого. Потому что мы видим такой хайп, как ICO, как альткоины в 2017. Мы видим DeFi, новая горячая штучка, на которой люди пытаются прокатиться. И это значит, что это будут быстрые иксы, 10 иксов, 20 иксов за короткий промежуток времени. Да, и даже 100 иксов и 1000 иксов. Да, даже столько, даже столько. И, естественно, это сопряжено с большим риском. И я думаю, что когда мы видим что-то типа того, это очевидно, что это территория пузыря. И, возможно, там даже много хороших проектов, которые замечательные по своей сути. И делают очень крутой став. Они серьезные, но цены могут очень сильно понизиться. И они сейчас все гораздо выше фундаментальной стоимости. Так что это то, почему мы должны быть насторожены, внимательны и осторожны. Если вы хотите держать DeFi монеты в ближайшие месяцы, то я думаю, возможно, это будет хорошая стратегия. Потому что в краткосроке они, возможно, пойдут очень высоко. Но если вы хотите держать их 5, 10, 20, 30 лет, Лично я не долгосрочный инвестор таких проектов. Я больше на это смотрю, как на такие краткосрочные трейды, на свинг трейды. Клево. Хорошо. Можешь рассказать нам что-нибудь про левердж токены с плечом? Знаешь, когда у тебя нет цены ликвидации, но ты берешь их как 3x или 5x long или short, link, BTC или эфир, bull и bear, знаешь эти токены, пробовал их? Я не пробовал их еще. Может быть, ты мне можешь рассказать? Да, ты знаешь, я пробовал их всего один раз, вот буквально несколько дней назад. Я взял немного токена link bear на Apolloniex. И да, это было неплохо. Я даже поимел какой-то профит с этого, но продал буквально на следующий день или типа того, когда link упал. Но, как я понял, это хорошо, потому что у тебя нет цены ликвидации, как минимум. Но люди умудряются все равно терять на этом деньги, потому что это все равно очень опасно. Ладно, что ты думаешь про Proof of Stake? Что я думаю про это? Ну да, эфир 2.0, стейкинг, давай так, Proof of Stake против Proof of Work. Ну, из того, что я понял, это то, что Proof of Work самая безопасная модель, алгоритм консенсуса. И я думаю, что это то, как будет работать биткоин точно. Эфир. Ну, я не могу, лично я не могу сказать, что я эксперт в этой области. Но я думаю, что это будет интересно посмотреть, как она развивается, и что будет с ценой эфира. Потому что переход с Proof of Work на Proof of Stake означает, что люди будут вынуждены аккумулировать эфириум. Потому что 32 эфира нужно, чтобы создать свою ноду в Proof of Stake. Да. И 32 эфира – это дофига денег, на самом деле. Так что это создаст натуральный стимул для людей аккумулировать 32 эфира. И я думаю, что это логично предположить, что это создаст спрос на эфир. И лично я ходлю немного эфира сейчас. Ну, где-то 7% моей крипты – это эфир сейчас. Примерно. Может быть, даже 8-9%. Ладно. Хорошо. Ну, я думаю, мы уже готовы перейти к вопросам-ответам от нашей аудитории. Я вижу первый вопрос от Алексея Алексея. Он спрашивает. «Карл, видишь ли ты цену Ripple XRP в диапазоне от 5 до 10 долларов в ближайшем будущем?» Я думаю, это очень высоко. Я бы сказал, нет, я не вижу. XRP сейчас очень низко, если сравнить с тем, где он уже был там за последние годы. Так что я вижу потенциал для роста. Но 5-10 долларов – для меня это звучит очень невероятно. Даже достигнуть 3 долларов сейчас – это очень хороший импульс. Это будет означать, что биткоин должен подняться гораздо выше, чем 200 или 300 тысяч долларов даже, чтобы XRP сделал такое движение, я думаю. Это просто мое мнение. В краткосроке, да, я вижу, что XRP очень перепроданный. И имеет хороший потенциал к росту, как я уже сказал. Но это больше краткосрочная цель, чем долгосрочная. Да, еще потому, что слишком много токенов XRP у самой компании Ripple, которая просто захочет их задампить, как только цена достигнет таких высот. Я думаю, так. Очень важно всегда смотреть на количество монет в обращении у криптовалюты. Знаешь, XRP очень много монет. Следующий вопрос. Мамка Дурова спрашивает тебя. Должен или должна я посылать Илону Маску 10 тысяч долларов, чтобы получить 20 тысяч обратно? Я думаю, это звучит как интересное бизнес-предложение, но, конечно же, немного слишком хорошо звучит, чтобы быть правдой. Звучит как шутка, да. Ну, ты ответил на этот вопрос, в принципе, в своем видосе буквально 2 или 3 дня назад про крипто-скамы. Да, сейчас очень много крипто-скамов, так что нужно быть очень осторожными, потому что если что-то выглядит очень хорошо, чтобы быть правдой, то это, скорее всего, неправда и это скам. Обман, мошенничество. Да, люди, никогда не отправляйте свою крипту на эти адреса. Вы не получите ни Сатоши обратно. Окей, Си-менеджер Femex Russia спрашивает тебя, когда же Карл запустит свою собственную монету? The Moon Coin. Да, да. Я думаю, это маловероятно, что я так сделаю, так что не ждите этого. Ладно, но на самом деле они мне сказали, что залистит эту монету на Femex, если ты запустишь. О, да? Вроде да. Ладно. Следующий же вопрос от него. Есть ли у тебя ссылка на твое публичное портфолио или типа того, как CryptoCompare? Я, кстати, сказал ему про этот сайт, который ты показывал в своем видео, CryptoAtlas. Да, да. Это единственное сейчас или у тебя еще какие-то есть? Сейчас, да, это единственное, но я собираюсь запустить свое публичное портфолио буквально в ближайшем будущем, очень скоро. Хорошо, ты нам скажи обязательно об этом. Очень интересный вопрос от Александра Брандбурга. Трейдишь ли ты фондовый рынок? И если да, то что ты думаешь перспективно на осень 2020-го? И если да, то где ты торгуешь фондовый рынок? Ну, в целом я не торгую фондовый рынок, так что это короткий ответ. Но я вижу, что фондовый рынок сейчас на своих исторических максимумах, S&P на all-time high. Я думаю, что все это из-за неограниченного печатания денег, из-за центробанков, и это абсолютно неоправданно, и это нереально, это просто фейк. Так что акции могут пойти еще выше гораздо, конечно, в краткосроке, поскольку Федеральный резерв и центробанки, они печатают деньги из воздуха, и они будут продолжать это делать. Для меня лично сейчас очень сложно делать технический анализ фондового рынка, потому что фундаментал и то, что мы видим, абсолютно расходятся, и это ненадежно, когда такие центральные авторитеты могут манипулировать механикой этого настолько. Да, согласен, но что насчет драгоценных металлов? Я очень по-обыче настроен на золото и серебро. Хорошо, я думаю, это ответ. Так, и снова про монеты. Люди обычно спрашивают про монеты или про инвестиции, они хотят услышать советы от тебя. Но да, это не финансовый совет, люди, это просто интервью. Но тем не менее. Карл, в какие малоизвестные монеты можно инвестировать осенью 2020-го? Может быть, DeFi или какие-то монеты с маленькой капитализацией? Угу. Окей, я знаю, что ты биткоин-максималист, но тем не менее. Да, я, ну лично я могу просто открыть сейчас свое портфолио и посмотреть, что я добавил недавно. Одна монета новая, которую я добавил, которая у меня сейчас больше всего в таком портфеле, это U-Trust. Одна из новых монет, которые я ходлю. И мне повезло, я получил хорошую сделку с ними, у меня была хорошая скидка на эти токены. Так что это дисклеймер. Но я купил их. И еще, еще я купил SwissBorg, это приложение, в котором вы можете покупать и продавать биткоин за фиат. И я с ними тоже хорошую сделку совершил, у меня была неплохая скидка на их токены. И еще OneChain, тоже моя новая монета, которую я ходлю, но там я не получил никакой скидки. Я просто купил их на рынке. И да, вот это три мои новые монеты, которые я держу, недавно купил. И держу, да, я скоро сделаю свое полное портфолио, публичное. Но пока я вот удерживаю его сам, выстраиваю только. Немного добираю где-то еще какие-то монеты, так что... Да, так что вот эти три монеты сейчас я озвучу. И я думаю, что U-Trust это монета с самой низкой капитализацией из этих трех. Но они в принципе все очень низкие еще по капитализации. Клево, спасибо за информацию. И еще хочу спросить тебя про то, как ты хранишь крипто. Какие кошельки предпочитаешь? Холодные кошельки или какие кошельки? Ну, лично я рекомендую всем Ledger. Ledger очень хороший, легкий в использовании. И безопасный, надежный кошелек. Я сам его использую. У меня сейчас где-то 10 Ledger. Какие-то из них я даже не использую особо, но... Но я разделил все равно свой портфель на несколько Ledger. И сделал бэкапы в разных локациях. Так что я не могу сейчас потерять всю свою крипту никак. И никто не может прохакать мою крипту. Это очень-очень безопасно. У меня, конечно же, есть какая-то крипта на биржах, чтобы оставаться ликвидной. Доступно для трейдинга. Но большая часть, конечно, моего портфеля хранится на холодных девайсах. Окей, то есть Ledger – это твой выбор. Да. Хорошо, скажи теперь, как не потерять все на бычьем рынке? Знаешь, стратегия типа продавать дорого и покупать еще дороже. Когда все летит экспоненциально вверх, ты уже забрал часть профитов или даже все профиты. И потом это летит еще выше, и ты опять покупаешь. Как не растерять все на бычьем рынке? Я не думаю, что тут есть какой-то специальный ответ. Но банально всегда используйте стоп-лоссы. Не набирайте большие позиции. И старайтесь покупать пробои, ставить стоп-лосс под этот пробой. И вы должны быть в порядке. Клево. И, может быть, еще хеджируйтесь на субаккаунтах, типа как на Femex. Да. Вариант. Ну, еще есть последний вопрос к тебе, лично от меня. В твоих ранних видео я видел гитары сзади, за твоей спиной. Можешь рассказать нам немного об этом? Потому что мы спрашивали тебя в комментариях, ты никогда не отвечал. Ты играешь на них или они просто стоят? Да. На самом деле я играю на гитаре, играю на пианино. И я раньше делал музыку, несколько лет назад. До того, как попал в крипто, я очень много делал музыки, писал песни. Но как только я попал в крипто, и как только я попал в крипто, я стал заниматься только этим и отложил все остальное. Мы можем где-то услышать твою музыку в интернете? Возможно, я раскрою, да, и покажу вам ее. Но это пока все еще секрет. О, это будет очень круто. Потому что, знаешь, я тоже на самом деле играю музыку. И у меня такая же фигня была. Я когда занялся крипто, я на два года где-то забил вообще на музыку. Не играл два года точно или три. Но сейчас снова начинаю набирать обороты. И возрождать немножечко это дело. Да, клево. Музыка это магия. И, кстати, знаешь, что я видел на моем главном канале? Был комментарий, что кто-то сказал, Карл, там какой-то чувак тырит твой контент и делает русский канал The Moon Are You. Да ладно, да? Что, серьезно? Кто-то, да, да, прикинь, кто-то реально подумал, что ты крадешь мой контент. И ты знаешь, давай вот эту часть поставим наверху русского канала как трейлер. Что я могу сейчас подтвердить всем, что это реально мой канал. И вот мы делаем коллаборацию, да, с CryptoCommons. И я скоро анонсирую это обязательно в своем главном канале. Да, ты знаешь, моя Bybit менеджер Кейт, ты ее знаешь хорошо. Когда я ей послал первое видео с Moon Russia, она сказала, «Вау, что это такое? Карл тебя засудит за копирайты, за авторские права?» Типа того, что это за пиратский контент. Да, да, чувак. Но я и сказал, что это все официальная тема. Да, ты знаешь, в русском языке это произносится как Moon Ru. Да. Ну ладно, клево, Карл. Спасибо тебе большое, что дал нам это интервью. Извини за мой плохой рунглиш. Мне нужно немного больше практиковаться в английском. Спасибо, клевое интервью. Я думаю, оно было примерно полчаса. Да, это отлично. Отлично, хорошо. Так что многие люди смогут досмотреть его до конца. Офигенно. Привет Крису и всем крипто-чувакам. Да, тоже хорошего дня. На связи, пока. Ну и да, чуваки, не забудьте еще раз повторяю подписаться на Crypto Commons English и поставить там лайк, колокольчик, все дела. И написать комментарий на английском языке. И помогите запустить канал в космос. Всем бай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok